Александр Ткаченко Александр Ткаченко Александр Ткаченко Александр Ткаченко Александр Ткаченко Александр Ткаченко во время очередной Колиной отсидки. Вечерами ему было скучно, и он иногда приходил в котельную не в свою смену, просто чтобы побыть рядом с людьми. В тот вечер он сидел на корточках у топки и смотрел через окошечко, как гудит огонь в котле. Время от времени Коли открывал дверку и отбивал толстый кривой кочергой раскаленный шлак от колосников. Повпитавшийся в кровь лагерной отсидки, он никогда не встревал в чужой разговор. Но было видно, что тема антихриста Колю заинтересовала, и он внимательно нас слушает. Мне стало любопытно, как человек со столь специфическим жизненным опытом относится к услышанному. Я спросил его, «Коль, ну а ты что про все это думаешь?» Коля неспеша открыл топку, поковырялся кочергой в угле, потом спросил, не оборачиваясь, «Значит, когда придет этот самый антихрист, ты говоришь, что в магазинах все будет бесплатно?» «Да», — говорю, «Пишет, что будет именно так, и что можно будет приходить и брать все, что нужно, ну там, жратво, одежду, телевизор. Ну, наверное, это будет как-то иначе выглядеть, но по сути, да, все материальные потребности людей он удовлетворит полностью». Коля еще пошурудил в топке, потом достал оттуда раскаленную до красна к чергу, повернулся и сказал внятно и спокойно, «Если все будет, как ты говоришь, тогда вот этой железкой я своими руками себе эти три шестерки на лбу выжгу». «Коль», — говорю я, «ну а душ-то ведь зато погубишь навсегда, неужели не жалко?» Коля посмотрел на нас сострадательной усмешкой, как на душевно больных, ничего не ответил и снова отвернулся к топке. Отблески пламени танцевали на его сухом морщинистом лице. Я смотрел на него и с ужасом понимал, что незатейливая логика этого пожилого, сильно битого жизнью человека и есть та самая основа, на которой установится недолгое царство Антихриста. Материальное благо в обмен на вечную жизнь души.